И сегодня Николай Иванович Меркушкин встретился с жителями Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов. Темы были разные. Это и работа управляющих компаний, состояние внутриквартальных дорог, отсутствие местных овощей на прилавках магазинов. Разговор о спортивном комплексе «Молодежный» продолжался практически три часа. Здесь примерно 2000 человек. По размеру этот зал можно назвать уникальным. Таких больших в области мало. При этом спорткомплекс «Долгострой» начали возводить еще в 2007-м, а открыли только в этом году. Благодаря жесткой позиции на этот счет областного руководства. Менялись подрядчики, проекты и даже названия. Николай Иванович Меркушкин подчеркивает, в вопросах спорта и здоровья населения сейчас власти уделяют большое внимание. И это несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. Давление Запада, кстати, коснулось оно и Самарского региона. Весной в области с визитом был посол США в России. Этого человека называют специалистом по цветным революциям. От нас зависит, как они будут действовать дальше. Если мы активно придем и поддержим президента в своих усилиях, а получается так, что он последние 7-10 лет вовсю защищает интересы страны и пытается сделать так, чтобы нас считали тоже людьми не второго, а третьего сорта, что мы такие же люди. Мы такая же страна. Мы большая, огромная страна с огромными природными ресурсами. И если мы его поддержим, а поддержать мы можем только явкой на выборах, это будет сигнал для них, для Запада, что мы монолитны и с нами лучше не связываться. Люди обращаются как и с просьбами, так и благодарностями в этом зале. Актив как и железнодорожного, так и советского Октябрьского районов. Я вас очень прошу нам помочь с благоустройством нашего двора и сделать там освещение, чтобы был свет. Там сейчас у нас сделали парковку, большое вам спасибо. Еще бы был бы свет, было бы вообще замечательно. К микрофону очередь Марии Сидухина обращается к Николаю Ивановичу Меркушкину по просьбе людей. Вопрос, как она говорит, волнует многих. Прекрасно видим, что сейчас идут большими активными темпами строительства автомагистрали. Но вместе с тем состояние внутриквартальных дорог, конечно, желает оставлять лучшего. Поэтому мы вот с жителем здесь подготовили к вам обращение. Если будет такая у вас возможность, окажите, пожалуйста, нам содействие по ремонту внутриквартальных дорог. Адреса мы подготовили. Сдают вопросы обманутые дольщики. Компания «Фининвест». Об этом деле многие говорят. Потерпевшие есть, виновных нет. Прокуратура, по словам людей, не помогает им. 183 человека – заложники ситуации. Николай Иванович Меркушкин в ответе вспоминает свою поездку по железнодорожному району, в ходе которой выяснилось, ремонт дорог сделан с нарушениями. Я попросил, чтобы объяснение было срочное. Это вот из той же оперы. Если в процессе мы не смотрим, не разбираемся, если вовремя его за руку не цапнули... Да? Да. Не было бы у нас пострадавших. Правильно. Сдают вопросы насчет сельского хозяйства. Местных овощей в магазинах не найти, жалуются люди. Николай Иванович Меркушкин отвечает. Сейчас работают в сельхоз-ярмарке. Они проводятся специально, чтобы у жителей была возможность покупать свежие продукты по приемлемым ценам. Пока овощи доходят до прилавков супермаркетов, их цена вырастает в несколько раз. А тут покупка напрямую от производителя. За встречу, кстати, тоже большое спасибо. Хотя не все понимают их значение. Но, тем не менее, очень многие решают за счет них вопросов. И у меня есть к вам вопрос. Он касается управляющей компании, которая относится к моему дому. ЖКС управляющей компании. Сейчас вокруг нее очень-очень много разговоров ходит о том, что она обанкурачивается, либо же она ликвидируется. И работники, сотрудники этой управляющей компании ответ, к сожалению, не дают конкретного. Я являюсь председателем МКД. То есть меня этот вопрос очень беспокоит. Управляющие компании строго проверяются, как и с дольщиками этой проблемой раньше не занимались, а сейчас уже есть осужденные, говорит Николай Иванович Меркушкин. При этом подчеркивает, какой будет область и какие в ней будут порядки, зависит от позиции населения, от активности людей и понимания ситуации. Я очень хотел, чтобы мы вместе с вами, вместе с вами, потом гордились тем, что за этот исторический промежуток времени сделали для Самары и Самарской области. И мы можем это сделать, что здесь намного база мощнее. Здесь в советское время были созданы такие мощности, и такая была элита продвинутая, что если все это направить на созидательное русло, если мы будем одной командой по-настоящему, то у нас может команда получиться очень и очень сильной и эффективной, и мы можем на самом деле очень много сделать. Но это зависит от каждого из вас. Выборы в Государственную и Губернскую Думу пройдут 18 сентября. Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. 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 Новости губер